Девушки отдыхают Она – рафинированная москвичка. Он – простой парень с Урала. С такой разницей менталитетов семья и не могла состояться, утверждает женщина. Но муж считает, что всему виной кредитомания, которой страдает супруга. Она сразу, буквально, тут же выскочила замуж за такой вот там, из своей вот компании вот этой богенной, так скажем, такой же алкоголичной. Все алкоголики у нас. Женщине не дают потратить материнский капитал на улучшение жилищных условий, хотя закон это позволяет. Что это? Козни бездушных чиновников или, наоборот, попытка спасти деньги детей? А он говорит, я ему челюсть там и эту ударил. И он тут три месяца ходит и себя берблюда какого-то порчит. Говорю, да. Отец сдал малолетнего сына в интернат. Мальчик вырос и отомстил. Может ли быть оправдание действием сына, если он соблазнил жену отца, и действием отца, который сломал сыну челюсть? Истец требует расторгнуть брак и разделить совместно нажитое имущество. Ответчик на расторжение брака согласен, но требует признать квартиру его единоличной собственностью. Пожалуйста, истец, изложите ваши исковые требования. Ваша честь, я хотела бы развестись и разделить квартиру. Трехкомнатную, 67 квадратных метров напополам. Дело в том, что со мной случилось несчастье. Я 7 лет назад вышла замуж. Вот за него он с Урала и вообще... С кем несчастье случилось? С тобой? Или со мной? С вами случилось несчастье, потому что вы вышли замуж? Да, за этого человека он с Урала, и он стал строить какой-то домострой у нас. Сначала все было хорошо, мы купили квартиру в ипотеку, выплатили за 3 года. Выплатили? Ты называй вещи, пожалуйста, своими именами. Дай мне сказать, пожалуйста. Ответчик. Ну да, он платил, но я тоже помогала по мере возможностей. В общем, мы выплатили ипотеку, и после этого, знаете, все стало просто ужасно. Он стал себя вести, вот он мне стал говорить там, туда не ходи, сюда не ходи, это не бери, то не покупай. Туда не смотри. То есть начался какой-то уральский домострой. И после этого, после этого я совсем, ну то есть, я единственная стала думать о том, что я хочу развестись. И после этого он выписал с Урала свою маму. Мама поселилась у нас в квартире. Здесь начался вообще ад. Она мне стала говорить, что мне делать, как мне готовить, как мне убирать, как мне стирать. В общем, вдвоем они просто мне стали капать на мозги. А когда они узнали, что у меня есть долги, совсем небольшие долги, они вообще стали меня сосвету сживать и говорить, что... Откуда у вас долги? Ну я брала иногда по чуть-чуть, по две, по три тысячи, так, на личные расходы, там, на платье, на кофту. У кого брали? В банке. В банке в одном, в другом банке. Я уже не помню. И много у вас таких долгов? Да нет, не много, но может две-три тысячи. И в итоге я была вынуждена уехать к маме. Я возвращаюсь, поменяли замки, я не могу войти в квартиру. И мой муж выносит мне просто вещи под подъезд, как собаки, вот так в сумку бросают. Говорит, все, ты здесь больше не живешь. То есть просите брак расторгнуть. Да, и... И квартиру, произвести раздел квартиры по одной второй. Так, пожалуйста, ответчик, слушаю вас. Ваше отношение к иску. Я частично согласен с иском, частично. Да, с чем согласен? На развод я согласен, а квартиру делить нет. Значит, у меня жена, я не знаю, вот есть шипоголики, да, там, еще кто-то. Она как наркоманка... Какая наркоманка, что ты говоришь? Помолчи, пожалуйста, я не говорю, что ты наркоманка, да, я договорю. Вот, она как наркоманка, ну, не буду выражаться, она, я еще раз говорю, есть шипоголики, она кредитоманка, а не наркоманка. Она с поводом и без повода берет в банках кредиты. Но она не понимает, что берет она чужие, отдавать свои. И вовремя она их не отдает, а иногда вообще не отдает. Поэтому у нее кредитная история испортилась, банки и перестали денег давать. И она нашла другой выход. Она нашла микрофинансовые организации, которые дают под конские бешеные проценты деньги. Пока я улавливал моменты где-то, ее вот там, долги, еще что-то, я постепенно их выплачивал. А, кстати, истец работает? Работает, да. Она, значит, взяла, выиграла документы на квартиру, квартира вообще оформлена на меня. И пошла и заложила как залог в микрофинансовую организацию. Опять же под процент. Как же они приняли документ без вас? А вот это надо им вопрос задать, как они приняли. Но она не выплатила, не выплатила, и там бешеная сумма просто выросла. Выросла сумма примерно где-то в 4 миллиона, в полстоимости нашей квартиры. Они не имели права взять залог в квартиру без собственника. У меня к ним тоже вопрос, мы с этим разбираемся. Но просто так уже... Это вам нужно обращаться за восторжением договора. Да, но так жить просто невозможно. Вот смотрите, ваша честь, когда пошла у нее просрочка, просрочка, начали поступать вот такие вот записи на стенках в подъезде. То есть здесь учетливо видно все, то, что они пишут. Я также распечатал вам в дело. Не давали жизни. Нам в дело в таком виде мы не можем приобщить. Ну, по-другому я не могу. Но мы можем обозреть. Пожалуйста, покажите, передайте, пожалуйста, через приступ. Мне так моя подруга Таня сказала, что... Помолчи, пожалуйста. И ситуация какая? Они днем и ночью находились под дверью. Что мне было делать? Кто? Коллекторы, которые вот пишут такие вот послания. Кто-кто? Коллекторы, которые пришли забирать долг, который она должна. Что мне делать? Я поменял замки. А чтобы вообще как бы... Ну, вы читаете, видите, угрозы, да? И чтобы как бы вообще не попасть, чтобы где-нибудь... Ну, а вот вы что ждете-то? Нужно же в суд обращаться и расторгать данный договор. Ну, я не обратился в суд, я сделал проще. Я просто обратился к маме, мама предложила продать ее квартиру. Я продал ее квартиру, погасил этот долг. Все, я его выплатил. То есть у меня вот есть еще и бумажки, квитанции о том, что мама мне переводила денег, договор купли-продажи на квартиру. С процентами выплатили долг? Вот спрашивайся, ты зачем? И получилась такая ситуация, что здесь также имеются и ее расписки, и ее договоры, как бы в микрофинансовой организации, которые также я гасила. Там не по две, не по три тысячи. А документы вам вернули? Да, документы на квартиру вернули, слава богу. Все, отдали мы долг им. И поэтому я привез сюда маму. А как еще быть? Я продал там квартиру, привез сюда маму. Поэтому я не согласен с иском о разделении имущества. И считаю, что квартира должна быть моей. Даже если не моей, то половина принадлежит моей матери, которая потеряла ее, свою квартиру, за счет ее долга. Да никто не просил тебя привозить сюда свою мать. Мне моя подруга Таня. Стес, вы зачем брали деньги в кредит? И как вам пришло в голову заложить квартиру? Вот вы мне ответьте. Ну, потому что он меня все время пилил и говорил, что мне нельзя там ходить туда, нельзя покупать то. И что? Ну, я считаю, что я свободная женщина. А куда вы деньги тратили? Я покупала платье, косметику, одежду, шубу купила. Сколько стоила квартира? При покупке с котлован убрали, она там вышла 80 копейками. Ну, 8-380. Какой долг вы выплатили? 4. 4 миллиона? Да, за нее. Потому что она вовремя не сказала. Я ей задавал вопрос, Наташа, есть еще долги? Она с честными глазами вот так, как невинная, стоит. Нет, нет, ты что? А тут через месяц всплывает, приходит коллектор и начинает... Знаете, ответчик, я удивляюсь вашему спокойствию. Ну, это я с виду спокойно. Истец, я удивляюсь, что вы вообще живы после такого. Вы понимаете, это просто мужчина, это просто действительно уральский домострой. Почему я тратила? Потому что ничего было нельзя. В магазин пойдешь, это не бери, это слишком дорого. Она сидит, она сидит, если не пойдем в ресторан, потому что это дорого. Истец, вы теряете такого прекрасного мужа, который решает все ваши проблемы. Да решался, все, хватит. Да вот не хочет больше. Передайте документы. Если надо, через приставы передам документы. Надо. С ее долгами совсем. Вот, то есть как бы на развод согласен, на квартиру делить я с ней не согласен. Мне кажется, она погуляла хорошо и на 4 миллиона, и на все остальные долги. Я тебя не просила гасить долги за меня. Ты не просила, а они приходят, коллекторы, и просят. Что? Можно было оспорить в суде, что у меня не было разрешения от тебя. Вот ты больше слушай вот этих, Таня, вот таких вот идиоток. Как ты оспоришь это в суде? Ну как, я скажу, что ты не давал согласия закладывать квартиру. Ну и пойдешь по мошенничеству. Как ты тогда им сдала документы? Кстати, истец. Суд удаляется для внесения решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Она сразу буквально тут же выскочила замуж за какого-то там из своей вот компании вот этой, богенной, так скажем, такой же алкоголической. Все алкоголики у нас. Да, да. Купить квартиру на материнский капитал и при этом кинуть старшую дочь? Разве такое возможно? Отец девочки утверждает, что от его бывшей жены можно ожидать всего чего угодно. А он говорит, я ему челюсть там и это ударил. И он тут три месяца ходит из себя, без блюда какого-то портит. Сын соблазнил жену отца. Причиной этому не любовь, а месть. За что сын возненавидел отца и чем за это поплатился? Суд принял решение иск о расторжении брака и о разделе супружеского имущества удовлетворить. При этом иск о разделе супружеского имущества удовлетворяется частично. Брак между супругами суд расторгает. На основании статьи 22 часть 1 Семейного кодекса Российской Федерации в связи с тем, что оба супруга согласны на расторжение брака. И в судебном заседании установлено, что дальнейшая совместная жизнь между исцом и ответчиком невозможна. Суд также производит раздел квартиры между супругами, так как данная квартира была нажита во время брака. А имущество, которое нажито во время брака, независимо от того, на кого из супругов оно приобретено или внесено, является совместной собственностью супругов. Соответственно, это предусмотрено статьей 34 часть 2 Семейного кодекса Российской Федерации. Кроме того, суд производит раздел квартиры, не исходя из равенства долей, что предусмотрено статьей 39 Семейного кодекса Российской Федерации. Отступает от равенства долей и увеличивает долю ответчика в связи с тем, что в судебном заседании установлено, что истец расходовал имущество семьи не в интересах семьи, а в ущерб интересам семьи. В этом случае, в соответствии с нормами семейного законодательства, суд имеет право отступить от равенства долей, в связи с чем доля ответчика увеличена. И суд производит раздел данной квартиры следующим образом. Три четвертых суд передает в собственность ответчика, одну четвертую доли квартиры передает в собственность истца. Понятно решение суда? Да, ваше счастье. Я считаю, что это несправедливо. Я буду мириться с мужем и постараюсь больше не брать кредиты. Я, конечно, частично удовлетворен иском, который удовлетворил мне суд, но по справедливости квартира должна остаться мне. Я не буду воевать с бывшей женой, а пускай как бы составление вступает в силу, а она остается одной четвертой квартирой. Прошу всех встать. Каждый день с 14 до 16 на нашем телеканале. Слушается дело. Здесь кипят вот такие страсти. Я тебя убью сама. Даже видеть вас не могу. Слышь отсюда. Твари. Потолкай там чего. Ира, кого ты слушаешь, Ира? Здесь открываются самые страшные тайны. А то, что ты с папой своим спишь, об этом будем заявлять? В первую брачную ночь, господи, как это? В первую брачную ночь он меня изнасиловал, когда мне было 16 лет. Я не хочу об этом вспоминать. Здесь мужчины плачут, как дети. Когда ребенка теряешь, что делать и кому потом обращаться? Они помогут. Да им плевать. Дела семейные. У каждого своя правда. Но закон один для всех. Истец требует отменить решение об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала. Ответчик, представитель пенсионного фонда, иск не признает. Слушается дело административный иск с требованием об отмене решения об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала. Истец Шилкина Елена Александровна. Ответчик, представитель территориального органа пенсионного фонда. Третье лицо Коньков Олег Дмитриевич. Пожалуйста, истец, я вас слушаю. Я, Шилкина Елена Александровна, возмущена действиями пенсионного фонда об отказе в получении материнского капитала, улучшение жилищных условий для своих обоих детей. В том, что я хочу данный капитал использовать по назначению, чтобы они получили жилье. То есть вы хотите улучшить жилищные условия? Давайте начнем с самого начала. Вы с третьим лицом состоите в браке или не состоите в браке? Нет, мы не состоим. Не состоим уже 5 лет. Не состоите в браке, 5 лет. У вас двое детей? Двое детей от разных мужей. От разных мужей? Первый мой муж Олег был, второй мой муж Михаил, от которого вторая дочь у меня есть. То есть Ксения является дочь третьего лица нашего, Конькова Олега Дмитриевича? Да, все верно. Сколько ей лет? Ей 14 лет. 14 лет? Да. Так, вторая дочь Мария. Моя ей 2 годика. 2 годика, от другого брака? От другого брака, да. Вы сейчас в браке состоите? Так, 2 года. Вы заявляли о получении материнского капитала? Ну, сертификат мне выдали. Выдали. Теперь вы хотите его потратить, то есть реализовать свое право для улучшения жилищных условий. Да, да. Так, обратились в пенсионный фонд. Да, все верно, Ваша честь. Что пенсионный фонд? Отказал вам? Отказал. Почему отказал? Потому что Олег, мой бывший муж, написал заявление, что я хочу данные средства потратить на личные нужды. Конечно, на личные нужды. А на какие нужды еще ты хочешь потратить? Я хочу улучшить жилищные условия своих дочерей. Истец, вы суду давайте пояснение, мне говорите. Я хочу улучшить жилищные условия своих дочерей. Зачем? Я хочу, чтобы первая дочь жила со мной. А с кем живет первая дочь? А первая дочь живет сейчас с мужем, потому что у меня не было на тот момент времени, когда мы разводились с мужем, хороших жилищных условий. Что я ее с собой в мастерскую поселю. У нее аллергия у дочери на краску. Скажите, истец, когда вы обращались в пенсионный фонд за заявлением о реализации материнского капитала, уже было подобрано жилье? На тот момент нет еще. Нет, а сейчас? Сейчас подбираем варианты. Еще нет конкретной квартиры, которую вы бы хотели приобрести с использованием материнского капитала. Правильно я вас понимаю? Да. Хорошо. Передайте, пожалуйста, документы. То есть пенсионный фонд вам отказал? Отказал, да. Понятно. Пожалуйста, представитель пенсионного фонда, я вас слушаю. Ваше отношение к иску? Иск, естественно, не признается, потому что пенсионный фонд действует не, что называется, по своему усмотрению, не по своим симпатиям, антипатиям, а исключительно по тому, как прописано в законе. А все, что касаемо материнского капитала, он прописан в законе, который так и называется. Федеральный закон о мерах поддержки, материальной поддержки, государственной материальной поддержки, соответственно, семей, имеющих детей. И там четко сказано, что можно делать, а что нельзя делать. Если по порядку, значит, где-то приблизительно год назад госпожа Шилкина обратилась к нам с тем, чтобы получить материнский капитал. И был предоставлен полный пакет документов. То есть там все документы, которые требуются по закону, были нам предоставлены в срок и в четком порядке. Соответственно, это заявление было удовлетворено. Ей был выдан сертификат, соответственно, о материнском капитале. И где-то приблизительно неделю назад госпожа Шилкина решила воспользоваться своим правом распорядиться выданным ей, соответственно, сертификатом. О чем она написала нам в заявлении о том, что она хочет улучшить свои материальные положения. Жилищные условия. Хочу улучшить для своих детей. По закону в течение месяца мы обязаны рассмотреть ее заявление, проверить все досконально и вынести свое решение. Значит, в течение этого срока, когда был этот месяц, к нам поступило заявление от господина Конькова, это ее бывший муж, о том, что имеется у него подозрение о том, что госпожа Шилкина может воспользоваться этим материнским капиталом не по назначению. Как не по назначению? Не по назначению. А именно ущемив права, соответственно, своего первого ребенка, она живет вместе с господином Коньковым. Каким же образом истец может ущемить права ребенка, если будет приобретаться квартира? Значит, если будет приобретаться квартира, насколько я понимаю, она хочет в этой квартире выделить долю, одну четвертую долю в этой квартире этому ребенку. Старшей дочери? Старшей дочери. Что же в этом плохого? Ничего плохого, но никто не учитывал, собственно говоря, желание ребенка. А желание у ребенка не получить долю в этой квартире, а получить средства для дальнейшего обучения. Данные средства обесценятся через некоторое время. Ничего не обесценится. Это дело 30-е. Сейчас мы говорим о том, какие средства и на что должны идти. Доля в квартире, она намного дороже. Соответственно, сейчас, ну, как сказать, она пока несовершеннолетняя, да, за нее, соответственно, решает отец. Но, тем не менее, она уже достаточно большая девочка. Достаточно большая, и они на семейном совете, я так понимаю, выразили желание, что надо это все каким-то образом переобрудить. Не в то, чтобы покупать жилье, а то, чтобы пусти все это на свою очередь. Правильно ли я вас понимаю, что ваше решение в первую очередь основано на том, что ребенок в настоящее время, старшая девочка, не нуждается в улучшении жилищных условий? Абсолютно. Не нуждается. Абсолютно. А у нее нормально. Пожалуйста. Со статьей 8, частью 2 закона, мы вынесли отказ. Да, я вас поняла. Документы передайте, пожалуйста, через судебного пристава. Хорошо. Вечно наговаривают на меня. Кто на тебя наговаривает? Кто на тебя наговаривает? Смотрите лицо, Коньков Олег Дмитриевич, слушаю вас. Действительно, вы написали заявление в интересах своей дочери? Да, я написал, просто есть небеспочвенные у меня подозрения, что эти деньги просто пропадут. Как я могу улучшить свои жилищные условия? Я не знаю, как ты будешь улучшать свои жилищные условия. Я беспокоюсь о дочери. А наши, кстати, с тобой дочери? Скажите, пожалуйста, Олег Дмитриевич, ваша дочь, то есть ваша общая дочь, старшая дочь проживает с вами? Со мной, да. Вы обеспечены, я так понимаю, что вы обеспечены жильем? Ну, как обеспечены? Ну, работаю, работаю, обеспечиваю все. Жильем, да. У вас что, квартира? Какая у вас квартира? Двухкомнатная. Двухкомнатная. В собственности? В собственности, да. У девочки нет доли в этой квартире? Как, она там прописана? Она там зарегистрирована. Да, естественно. Так, и? То есть вы считаете, что истец может воспользоваться материнским капиталом, ущемив права дочери? Конечно, ущемив. Зачем ей, вот зачем, я считаю, что материнский капитал, я не против того, чтобы там она получила материнский капитал, как бы, для половину для ее дочери, а половину я просил, написал заявление заморозить. То есть вы не возражали против получения из сумм половины этого материнского капитала? Половину не возражал, но половину я прошу заморозить, чтобы у нее к деньгам не было доступа. Они обесценятся, эти деньги? Да пускай лучше. Нет, они не обесценятся, они останутся, вот они будут и так и будут. Одна четвертая часть квартиры больше? Да при чем тут четвертая часть квартиры? Так истец, пожалуйста, соблюдайте порядок в зале судебного заседания. У нас выступает третье лицо. Вы стоите слушаете. Будут какие-то у вас дополнения, возражения? Скажите позже. Зачем ей доля нужна вот в этой квартире непонятной, где, в принципе, а вообще квартира? Они вообще аферу задумали. Мы вот как развелись пять лет назад. Пять лет назад. Она сразу буквально тут же выскочила замуж за какого-то там из своей вот компании вот этой богенной, так скажем, такой же алкоголической. Все алкоголики у нас? Да, да. Алкоголики, да? Почти все, да. Я ни одного не видел художника, чтобы был нормальный человек, вот честно говоря, вот так вот. У нас в WhatsApp. Ну, это уж вы прям очень интересно. Я говорю, я не видел. Может, они есть. Вот, неважно. Маленький ребенок, это повезло. Конечно, повезло тебе, что здорово родился в вашей семье. Здоровая дочь растет. Бога благодари, Бога благодари. Олег Дмитриевич, давайте по существу. Да, по существу. В общем так, я считаю, что она хочет со своим... Афера-то в чем? Афера. Они просто возьмут эти деньги там, это квартира его мать. Они живут в квартире его матери. А на эти деньги, якобы на улучшение жилищных условий, они продадут как бы квартиру его матери, как бы... Себе. Дадут ей там тысяч двадцать, она там... То есть на себя переоформят? Да. А деньги обналичие себе возьмут. И пропьют их. А на самом деле деньги не будут выплачивать, да? Вы так считаете? Конечно, не будет выплачивать. Кто нам по закону даст это все сделать? Дочери уже вот через 3-4 года ей уже поступать в институт. А я считаю, что этих денег уже не будет. Просто не будет. А что, с чем ей поступать? Сейчас обучение, знаете, сколько стоит? На бюджет поступить, ну, это очень сложно. Тем более, она хочет экономистом быть. Ну, естественно, мы будем поступать, наверное, не получится на бюджет, будем на платное поступать. А где мне деньги брать? Я поняла вас. Пускай хотя бы вот эту вот часть, вот эти 200 с чем-то тысяч, пускай они будут заморозены, чтобы она их не потратила. Чтобы она... Я поняла вас. Она их расставит куда-нибудь непонятно куда. Пускай они будут, пускай они обещают. Я поняла вас, все, поняла. Вашу позицию суду учтет при вынесении решения. Пожалуйста, документы передайте у вас свидетельство о рождении дочери. Да. Кстати, вот свидетельство о рождении у меня оригинал. А чтобы получить сертификат, она пошла, не сообщая мне, пришла бы ко мне, попросила свидетельство о рождении. А почему я должна отчитываться перед тобой? Кто ты мне сейчас такой? Ну, как это почему? Потому что дочь наша общая. Это первое... Не было бы первой дочери... Не поняла сейчас вашу претензию еще раз. Что она пошла сделать? Я к тому говорю, пришла бы... Она мне не поставила в известность, когда пошла оформлять материнский капитал. Пришла бы, взяла бы свидетельство о рождении. Ну, родители имеют право иметь дубликат. Это не нарушение закона. У вас свидетельство. Мать тоже имеет право иметь свидетельство. Я, пожалуйста, дал бы оригинал, если бы ей для оформления документов. Она же просто взяла так втайне, взяла этот дубликат. Какой втайне? Да я потом узнал уже, потом узнал, что ты... Все втайне делаю от тебя. Все втайне делаю. Так, естественно, все, успокоились. Кем из вас заявлено ходатайство о том, чтобы суд опросил несовершеннолетнего ребенка? Мною. Дочь, вами заявлено ходатайство. Суд удовлетворяет это ходатайство. Пускай, пускай, вы спросите у дочери. Позовите девочку. Идите для ответчиков, идите. Хочет она жить с тобой или не хочет она жить с тобой? У нас спор не об этом. Ну, нет, я извиню. Ну, я не виновата, что я постоянно с краской работаю. Так, слушаю вас. Так, истец не рыдает. Ваша честь, я Ксения Конькова. Ну, я хочу сказать, что после того, как родители развелись, я маму пару раз только видела в ДК на елке. Ну, потом еще пересекались несколько раз. Я понимаю, конечно, у нее работы много, там занята постоянно, рисует, пишет что-то. Поэтому она как-то меня позвала еще на сестру свою посмотреть. Только я не поняла, почему-то мы пошли не домой, а на дачу, там, где бабушка та живет. Другая бабушка, да? Или ваша бабушка? Нет, не моя бабушка. Мать и ее мужа. Ее муж и мать. Да, вот. Я так поняла, что моя сестра маленькая, она там постоянно живет, потому что там игрушка, кроватки, даже ванночка для купания. Все там это было. И бабушка к маме как-то неприветливо особо относилась и со мной особо не разговаривала. Вот, не знаю. Я хочу сказать, даже если вот у меня будет доля какая-то в квартире, то я не пойду туда жить. Я не хочу просто... Мужа маминого я совсем не знаю. Я его видела пару раз, он мне совсем не понравился. Какой-то он неприветливый. А с папой мне хорошо живет, с нами все отлично. Ваша младшая дочь не с вами живет? Она не с нами, она живет у матери. У вашего мужа, у бабушки, да? Да, у мамы. То есть с вами никто из ваших дочерей не живет? Потому что у нас там идет ремонт на данный момент. Где там? Где мы живем, в квартире. А где вы живете? В квартире у мужа, у его мать. Живем в квартире, и там сейчас на данный момент ремонт у нас идет. Какой там ремонт, ваше честь? Там они постоянно... Тут удаляется для вынесения решения. Далее в программе. А он говорит, я ему челюсть там и это ударил. И он тут три месяца ходит и себя веблюда какого-то портит. Отец сдал малолетнего сына в интернат. Мальчик вырос и отомстил. Может ли быть оправдание действием сына, если он соблазнил жену отца, и действием отца, который сломал сыну челюсть? Работа, она занята. Оглашается судебное решение. Тишина в зале. Оглашается судебное решение. Суд принял решение в административном иске отказать. Соответственно, решение территориального органа пенсионного фонда, которым истиция отказана в распоряжении материнским семейным капиталом, не отменяется. Суд выносит данное решение, так как использование средств материнского капитала по предлагаемому истиции варианту будет нарушать интересы старшей дочери. Суд учел, что старшая дочь истца проживает с отцом, то есть фактически в улучшении жилищных условий она не нуждается, о чем, собственно, и сама дала пояснение суду. И об этом же говорит нам третье лицо ее отец. Суд учитывает эти обстоятельства. Также суд учитывает, что истец была намерена приобрести жилую площадь у матери своего второго мужа, на которой уже имеет право пользования ее муж и их общий ребенок. То есть при таких обстоятельствах никакого фактического улучшения жилищных условий не происходит. Также суд учитывает, что истец не дала пояснение суду о том, что она намерена приобрести какую-то иную квартиру, поэтому у суда нет оснований не доверять пояснениям третьего лица и, соответственно, несовершеннолетней дочери, которая опрошена. То есть в данном случае средства материнского капитала не были бы использованы в направлении, предусмотренном статьей 7, часть 3, пункт 1, федерального закона о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, то есть на улучшение жилищных условий. В то же время суд разъясняет матери детей, имеющие сертификат на материнский семейный капитал, что материнский капитал можно использовать одновременно для нескольких целей. Данное правило также прописано в этом законе, на который я ссылалась. И в следующий раз при подаче в территориальное отделение пенсионного фонда заявления о распоряжении средств материнского капитала вам следует учитывать интересы каждого ребенка. То есть то, что вам сейчас пенсионный фонд отказал, не лишает вас права вновь обратиться с другими требованиями, на образование, на улучшение жилищных условий. Но только в этом случае ваше требование должно быть мотивировано. И если интересы детей не будут нарушаться, естественно, пенсионный фонд вынесет положительное решение. Понятное решение суда? Дело закрыто. Решение суда. В иске отказать. Мои дочери, они же сестрички, должны жить со мной. Я буду добиваться, настаивать, чтобы мне выплатили материнский капитал. Судья вынесла абсолютно справедливое решение. Никакого другого вердикта мы и не ожидали услышать, поскольку суд всегда должен стоять на страже интересов детей и отстаивать интересы любого ребенка. Это хорошо, что я успел жалить тревогу и написать заявление в пенсионный фонд. Теперь я хотя бы могу быть уверен, что эти деньги не уйдут неизвестно куда, а достанутся старшей дочери и будут использованы на обучение. Это самое полезное телевидение. Смотрите внимательно. Сожители – это юридическое понятие. Записывайте. С очень давнишних времен было принято такое решение, что дети, рожденные в течение 300 дней, после того, как мужчина ушел воевать, они признаются ребенком этого мужчины. Специально для зрителей программы «Битва за будущее». Бесплатная юридическая консультация. Ты знаешь, ты знаешь, что ли? По-моему, тебе уже пора в дурку. Что за 3000? Это вообще смешно просто. Каждый день с 14 до 15 на нашем телеканале. Истец предъявляет иск о возмещении упущенной выгоды. Ответчик иск не признает. Слушается дело по иску о возмещении утраченного заработка в размере 150 тысяч рублей. Пожалуйста, истец, слушаю вас. Ответчик – это мой отец. И живется нам очень-очень плохо. Но, к сожалению, у меня нет другого выхода. Когда мне было три года, моя мать умерла. И мой отец ничего не придумал лучше, чем сдать меня в интернат, как последнюю собаку. Ты знал, зачем это надо было. Сто раз говорили об этом. Не перебивай меня. Сейчас я говорю. Давай, давай, давай. И вот, до 18 лет я был в интернате. А знаете почему? Потому что он сразу же нашел себе новую фифу. Сразу после того, как умерла моя мать. Он заселил ее, они начали вместе жить. И в результате через некоторое время он женился на ней. Потом они время брали меня домой. Но им было гораздо удобнее, лучше без меня. Правильно? Зачем я им там нужен? У них там любовное гнездышко, а я только мешаю. Правильно? Ну, сразу это пять лет. Это у тебя сразу называется. И вот до 18 лет я пробыл в интернате. В 18 лет мне пришлось опять возвращаться в квартиру с ума отца. Мой отец как будто целыми днями и ночами только думал о том, как мне испортить мою жизнь. У нас были постоянные стычки. Из-за того, что я музыку громко слушаю, не мою посуду, не убираю, привожу друзей домой. Постоянно он на меня орал и кричал. А в последний раз у него совсем крыша съехала. Он наехал на меня из-за того, что я малость выпил. Отмечал днюху друга. Имею право. У меня уже 18 лет, и я имею право делать, что хочу. Он же начал орать на меня, потом накинулся на меня и решил со всей дурью ударить меня. Еще удар. Нет, вы не можете перебивать. И в итоге у меня треснул шейный позвонок благодаря ему. У тебя мозг треснул. В то время, когда я вернулся, я сразу первым делом устроился на работу и пошел работать водителем в частную контору. Вы зарегистрированы в этой квартире? Мы оба являемся ее собственниками. А вы собственник квартиры. Совершенно верно, у меня там есть своя доля. У вас там одна вторая доля. Я разрешила на эту сделку. Что? Если бы я не был в ней прописан, то ОПЕКа бы даже не разрешила эту сделку. Потому что раньше у нас была квартира с моей мамой, с его женой бывшей. Она была приватизирована на нас троих. И потом, когда я был в интернате, они продали ее. И с этой новой женой купили другую. И они не могли бы никак сделать, чтобы я не был там прописан. У вас были, с отцом установились неприязненные отношения. Совершенно верно. Так, да? И произошла драка. Да. Произошла драка, а дело уголовное возбуждалось? Да, конечно. Я подал на САС свое заявление, суд рассмотрел, осудил его, дали условный срок. И также взыскались его ущерб здоровью. То есть он призван виновным, да? И взыскали ущерб здоровью. Совершенно верно. Вы устроились на работу? Совершенно верно. Работал водителем, развозил мебель. После этого инцидента, сколько времени вы находились на больничном? Три месяца. Три месяца. Ровно три месяца. Какая у вас заработная плата? Зарплата у меня оставляла 50 тысяч рублей. Вы просите взыскать заработную плату в каком размере? За три месяца, из-за своего отца, когда я не работал, он должен мне 150 тысяч рублей. Просите взыскать 150 тысяч? Вы просите взыскать с ответчика данную сумму. Поняла вас, истец. Пожалуйста, ответчик, что вы можете пояснить по существу иска? Признаете исковые требования? Ваша честь, конечно, категорически нет. Его мама умерла в три года. Когда ему было три года? Так. А до этого я работал на севере вахтовым методом. Три месяца работал на Ямале, на месяц прилетал и так далее, и так далее. Мы с женой условия... Ну, это, конечно, было обременительно для создания нормальной семьи и для отношений, но мы решили, что, чтобы выбраться там из долгов и стать на ноги по-человечески, я должен продолжать работать до определенного периода, ну, хотя бы там до первого класса. Все, мы там договорились. Я контракт подписал, я летал, приезжал, вот, сынок рос как положено, и тут она умирает. У меня контракт, у меня пошли хорошие заработки. Понимаете? Я не мог, ну, я мог, конечно, бросить эту работу. Ну, тогда бы я с ним нянчился. Если у вас были хорошие заработки, почему вы тогда не наняли няню? Органы опеки... Так. Мне они направили, дали интернат. Это же не дом ребенка или дом там не знаю кого. Это нормальная школа, только с круглодичным проживанием. Там есть условия обязательно, почему туда принимают и кого принимают. Это не просто я ее сдал. Нормальные родители не бросают своих детей, где бы они ни работали, несмотря ни на какие обстоятельства. И еще неизвестно, кого бросали. Потом я перешел на... Но вы навещали ребенка-то? А? Ребенка навещали. А, так вот самое главное, что я, когда проезжал на месяц в отпуск, я с Айгаком бежал в интернат, и мы с ним проводили месяц вместе. И он теперь... Один раз ты со мной сходил в цирк. Один раз за три года ты гулял со мной. И когда я там через некоторое время встретил себе хорошую женщину, и мы с ней решили пожениться. Какая-то девушка ему важнее собственного сына. Мы решили, что я с Севером завязываю. Мы типа сели на калькуляторе, посчитали, денег хватает на квартиру, на эту, на то, все, и еще сюда, и сюда. Все, на этом и решили. И тут же решили его забрать с интерната. Ну, поскольку мы купили новую квартиру приличную, вот, мы пока делали ремонт, он был, но мы его навещали регулярно ходили. У нас были нормальные отношения. То есть, даже когда вы вернулись с Севера, у вас закончился контракт, сколько лет было мальчику? Что? Сколько лет ему было? Восемь. Восемь лет. Вы его оставили еще на десять лет в интернате? Нет. Совершенно верно. Что значит нет? Совершенно верно. Так вот, мы закончили ремонт, все, ну, там, положено по закону, чтобы продать старую квартиру, нужно, чтобы он был прописан где-то. Он не просто был прописан, он стал собственником половины квартиры. Одной комнатной, трехкомнатной. Так. Все, как положено по закону, все, у него есть документ. Да? И мы его забираем. Ну, он здесь сделал за неделю или за две, ну, все сделал так, чтобы все испоганить. Ну, все. Давайте вернемся все-таки к иску. Да расскажите мне вот об этом эпизоде. Почему вы не признаете иск, если приговором суда установлена ваша вина? И действительно, три месяца истец... Не совпадает причина. Причина не совпадает. Все там совпадает. Какая причина? Он, якобы я его по пьянке, он пришел пьяным, и я его там разозлился, ему там устроил какой-то махач. Нет. А было дело вот как. Жена мне звонит на работу. Плачет. Приезжай, может быть, очень плохое событие. Ну, там, что такое, я уже не помню, меня сразу перемкнуло. Перемкнуло. Вот. И плачет. Я бросаю работу, приезжаю домой, открываю. Что я вижу? Что я вижу? Дверь в ванной на одной петле висит. Так. Слышу, жена плачет. Я еще не вижу. Она все еще плачет. Слышу, жена в ванной плачет, а этот товарищ стоит, типа, в нижнем изделии, и, типа, готов там к чему-то. Она мне, жена плачет, говорит, он меня хотел изнасиловать. Ну, я все, я помутнело. Я его взял вот прямо за шею, даже как отец не мог его ударить, хотя мог бы ударить. Ну, ругань поднялся. Вы решили сломать ему шею. Я просто взял за шею, и мы даже вместе с ними упали. А он говорит, я ему челюсть там, и это ударил. Вот и все. И он тут три месяца ходит и себя веблюда какого-то кортит. Сколько лет вашей жене? Тридцать два. Молодая. Стараемся. Ваша честь, вот чтобы подтвердить... Поняла вас, поняла вас все. Нет, ну, так он же, видите... А еще платить-то отказываетесь. Нет, надо подтвердить то, что я сказал. Он же отказывается, что так было. А я хочу вызвать свидетеля, свою жену. Ну, давайте. Пусть она скажет. Пригласите, пожалуйста, свидетеля со стороны ответчика. Свидетеля ответчика, войдите. Проходите. Вот, Надя, пожалуйста. Пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте, Ваша честь, меня зовут Шурыгина Надежда Юрьевна. Я являюсь женой ответчика. Так, поясните, пожалуйста, обстоятельства дела, которые касаются драки между ответчиком и ИСОМ. Ваша честь, в тот день заполучной я осталась дома, потому что у меня разболелась голова, я не пошла на работу. Я отлежалась, наверное, часа два полежала, потом вроде пришла в себя, решила принять душ. Зашла в душ, через пару минут буквально я слышу стуки в дверь, и голос Данила. Хорошо, что я телефон с тобой взяла, я позвонила мужу, сказал, Сергей, приезжай быстрее, твой сын ломится ко мне в ванну, потому что он до этого постоянно приставал ко мне, у нас не единичный, это инцидент. Я не успела договорить, этот малолетний гаденыш выбил уже дверь, я еле успела замотаться в эту шторку, он меня начал тянуть из этой ванны, я вообще, я не могу даже все события вот эти вспомнить, я только поднимаю глаза, я вижу, забегает Сергей, хватает его, я потому что сидела на полу, единственное, что я только видела трусы этого гада перед собой. Мелькнули. Вот такая была ситуация, никто его не бил, просто Сергей его отменял. Отодвинь. А ты хочешь кое-что отцу моему рассказать? Что? А в каком ты сейчас положении находишься? А твой отец знает, в каком я положении нахожусь? В каком? Скажи нам всем. Я сейчас жду ребенка от своего мужа. От кого ты беременна? Напомню. От твоего мужа, да хватит уже. Осел, нет, ты рогатый, какой от тебя 10 лет у вас сыновей не получалось, а тут я приехал из интерната и сразу все получили. А чего? Прекратили, прекратили. Порядок сдали. От меня она беременна. Да кого ты слушаешь? Кого ты слушаешь? Ну сколько можно уже слушать? Это 150 тысяч? Я считаю, ваше честь, что мы ему ничего не должны сказать. Скажи спасибо отцу, что он отговорил мне заявление на тебя писать. Иначе бы ты в тюрьме сейчас сидел. Суд удаляется для вынесения решения. Сами потом разбирайтесь. Прошу всех встать. В следующей программе. Это такой человек, вы еще ее не знаете. Меня не интересует, какой она человек, меня не интересует, в каком объеме вы помогаете вашей матери. Мать окружала семью заботой и вниманием, а дети измеряли все квадратными метрами и денежными счетами. И теперь, когда мать тяжело заболела, дочь показала свое истинное лицо. Нет наследства, нет любви. На лекарства там идет 3 тысячи в месяц и на продукты 5 тысяч. Ну и все эти деньги я не получала и продуктов не видела. Две женщины пронесли ненависть друг к другу через всю жизнь. А судьба повернулась так, что теперь они должны ухаживать друг за другом. Вместо того, чтобы считать это уроком и примириться, они продолжают войну. Мой зят, неудачная шутка, ну он в ЗАГСе и мне пришлось его немножко утихомирить рукой. Немножко. Из-за неудачной шутки жениха во время регистрации брака в ЗАГСе началась жестокая драка. Когда молодая пара повторно попыталась создать семью, чиновники отказались узаконить любовь. Суд оглашает решение. Суд принял решение иск о возмещении утраченного заработка удовлетворить частично. Взыскать с ответчиков пользуясь САВ в счет компенсации утраченного заработка суммы в размере 100 тысяч рублей. Суд удовлетворяет данный иск частично, так как в соответствии со статьей 1085 часть 1 Гражданского Кодекса Российской Федерации. При причинении гражданину увечья или иного повреждения здоровья возмещаются не только расходы на лечение, но также возмещению подлежит утраченный заработок или доход. При разрешении вопроса о возмещении утраченного заработка суд учитывает обстоятельства по делу, принимает во внимание, что в деле имеется приговор суда, вступивший в законную силу, которым ответчик признан виновным в причинении увечья истцу. В то же время суд учитывает и обстоятельства по делу, согласно которым истец фактически сам спровоцировал действие ответчика. В этом случае суд на основании статьи 1083 часть 2 имеет возможность уменьшить размер данного возмещения с учетом вины самого потерпевшего. И взыскивает с ответчиков в пользу истца сумму в размере 100 тысяч рублей. Дело закрыто. А жить теперь не будешь, слабо отделался. Сам себя обеспечивать могу, ты мне нафиг не нужен. Все. Решение суда. Иск удовлетворить частично. Пусть мой папаша радуется, что отделался все 100 тысячами. Теперь мы будем менять квартиру, потому что жить с ним я больше не собираюсь. Большое спасибо. Решение суда закон, я его исполню, но так как сумма приличная, буду сдавать бутылки. Это займет очень много времени, бутылок мало, времени будет много. Терпение и суд. Каждый день с 15 до 16 на нашем телеканале. Ты в суд пришла или в кабак? Люда, ты в суд пришла или в кабак? Его вылечить и в башню. А ты сама работаешь, сожидеть, твой работой. Да мы на что? Написк нам посидеть. У церкви стоять, побираться. Побирайтесь так. Да ты услышь ты меня, Господи, хоть здесь на суде. Я твоя родная мать, ты променял меня на эту, извините. Такие дела семейные, родная кровь. Вы думаете, что мне это не ухо? Спасибо.